День Господня Мы рады приветствовать, кто сегодня слушает нас, кто смотрит нас и радует, что собрание у нас начинается с десяти часов. Помолимся Господу, дорогие братья и сестры. От всей души Тебя, Господь, благодарим и славим за эту драгоценную возможность сегодня предстоять в Доме Твоем. Слава Тебе, Господь, что Ты облагодетельствовал нас всем, любовью, милостью, благодатью, щедротами Твоими, Господь, с земными благами мы от всей души благодарим Тебя за здоровье и за возможность и за желание прийти сюда в Дом Божий и поклониться Тебе, Святому имени Твому, прославить Тебя в песнопениях наших, Господь, возвеличить Тебя в наших молитвах. Призываем имя Твоё Святое и просим Тебя, прибудь Ты Духом Святым и благослови наше собрание пред Тобою. Господи, займи центральное место. Мы сегодня, Господь, приходим к Тебе, такие, как есть, и просим Тебя, прости нас, милосердный, очисти нас и удостой нас, достойно участвовать в Святой Заповеди Твоей. Благослови всех братьев и сестер, предстоящих пред Тобой. У кого трудности, переживания, скорби в жизни, Господь, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и поэтому просим Тебя, пусть сегодня через Твое Святое, Божественное Откровение Слова Твоего, каждому сердцу будет утешение, радость и мир. Благослови, Господь, проповедников, вдохнови их сказать слово в силе Духа Святого, Господь, и услыши молитвы детей с места обитания Твоего. Вдохнови наших дорогих хористов, прославляющих Святое Имя Твое, возвеличить Тебя в песнопениях. Пусть Тебе несется слава, а Церковь получает радость, утешение и назидание. Господи, мы молимся Тебя о всех больных, одиноких, стареньких, кто не имеет возможности сегодня посетить Дом Твой. Господи, пусть через эти средства связи они имеют общение с народом Твоим. Я прошу Тебя, дьякона сегодня, просветера пойдут посещать больных, пусть они принесут радость, мир и утешение для детей Твоих. Наш город, который нас переселил, благослови, чтобы подблагоденствие его и нам был мир. Господи, жалься над нами и пошли на Калифорнию, иссохшую эту землю, дождь благодатной небесной Господь. Да будет Твоя милость над нами. Тебе честь и слава, величие и поклонение всемогущему Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Дорогие, мы поем гимн общего пения «Воспряньте, воспойте, ликуйте, омытые кровью Христа». Дорогие, мы поем гимн общего пения «Воспряните, воспойте, ликуйте, воспойте, славьте Христа». Субтитры создавал Dima kasih. ПЕСНЯ 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 Он ей ничего не сказал, но когда начал приближаться этот день крещения, Мула позвонил пастору и сказал, если ты ее покрестишь, будешь выходить из воды, я выведу все село, и мы вас просто закидаем камнями. Этот слух дошел до нее, она приходит к пастору и говорит, я, наверное, еще не готова принимать крещение. Он ей ничего не сказал, хорошо, ты ведь, говорит, покаялась, да, покаялась, ты спасена, да, спасена, ну, слава Богу. Проходит год, опять после Нового года, когда прошла неделя молитвы, и пришло время бесед с крещаемыми, она опять пришла. Он ей опять ничего не сказал, она прошла второй раз этот весь курс, и когда подошел момент принимать крещение, должна была состояться беседа с ней, посещение на дому, и когда происходила эта беседа, пастор ей задал вопрос, ты знаешь, что, когда ты примешь крещение и будешь выходить из воды, твои селяне, твои родственники, они придут и просто убьют тебя. Она кивнула головой, пусть, говорит, даже если они меня убьют, я хочу принять крещение. А тогда он ей говорит, а ты обо мне не подумала? Она закрыла свой рот руками и покачала горой, заплакала, нет, говорит, не подумала. Он говорит, не переживай, Бог с нами. Происло крещение, никто не вышел, и эта женщина, благословленная Богом, принявшая крещение, стала благословением для этого села, она организовала там служение женщин, и эти женщины, мусульманки, приходили, и они вместе читали Слово Божие. Братья и сестры, мы сегодня будем читать 15 главу «Бытие». Я не знаю, как у вас, но когда я ее читаю, мне страх наполняет сердце. Страх наполняет сердце перед тем, что мы сегодня, видя вот эти вещественные знаки, должны подумать о нашем Господе, поиметь с Ним общение. И вот этот случай, который мы сейчас прочитаем с Авраамом, вот этот завет, который Бог с ним заключил, там написано, что сердце Авраама было наполнено страхом. Читаем 15 глава «Бытие» с первых стихов. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елеезер из Дамаска». «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал «Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет Аврааму, сказав «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Аминь. Песня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Дай мне, Боже, не смолчать, дай тебе все сказать. Ты прости меня, Отче грешен я, Ты омой мой смертный грех кровью Христа. Что же ты стоишь, стоишь и смотришь, Тяжкие грехи свои не бросишь, Кровь из рам Христа с креста стекала, Чтобы жизнь твоя счастливой стала. В каждой капле для тебя спаси, Прикоснись к кресту, Ты без сомнения выйти к алтарю. Пока есть время, к Богу обратись, Склонив колени. Я к тебе прихожу, я тебе все скажу, Дай мне, Боже, не молчать, дай тебе все сказать. Не войди в мой дом, сядь вечерять в нем, Дай любить тебя всегда сердцем и душой. Я к тебе прихожу, я тебе все скажу, Дай мне, Боже, не смолчать, дай тебе все сказать. Ты прости меня, очень грешен я, Ты мой, мой смертный грех, кровью Христа. Что же ты стоишь, иди к Нему. Что же ты сидишь, беги к Христу. Всех приветствую, братья и сестры, мир вам. Сегодня особенный день, такой трепетный, такой дорогой для нас день. День воспоминаний о страдании Господа нашего Иисуса Христа. Я предлагаю вам прочитать вместе текст из Писания 1 Петра 1, 18-19. Я чуть выше даже возьму, с 17-го. Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога. Основная мысль, 19-й стих. «Но вы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца». Тема, которую я хочу предложить вам – «Драгоценная кровь Христа». Давайте вместе повторим. Так, в полголоса, чтобы запомнить. Три-четыре. «Драгоценная кровь Христа». Первый раз, особенно впечатлительно на всю жизнь, у меня осталась картина с моего детства. Это было на соседней улице в городе Алматы, где прошла моя юность и детство. Мы просто грубко и шли, потому что нечего было делать летом. Рядом стоял большой завод, изготавливали бетон. И вот, когда мы шли по тротуару, вдруг с левой стороны обгоняет нас грузовик с бетоном, потерявший управление. Он едва меня не задел. Слава Богу, я живой остался, не задел. Но, потеряв управление, он заехал на дорожку пешеходную, перевалил ее, сломал забор, въехал во двор какого-то дома, а там стояла песочница, в ней играл малыш. Мама была дома. в окошко поглядывала, въехал в дом и на эту песочницу. И проехал по этому малышу и врезался в дом. Выпал из кабины и непослушными ногами пытался убежать человек, который был под алкоголем. Мы растерялись. Подростки. Выскочила мама. Что такое мама? Сами знаете. Выскочила, схватила то, что осталось от дитя, крепко прижала к груди и пошла, не зная, куда идет. Глаза огромные такие. И глаза такие, ничего не понимающие. Она крепко прижимала, а струя крови прямо лилась с малыша, прямо на асфальт. И я смотрел на эту кровь. Она прямо струей бежала, бежала, бежала. Она идет, идет с этим малышом. Выскакивает соседка, бабушка, как лопнула ее по плечу, это куда она кричит. И говорит, закричи, закричи сейчас же. Потому что, чтобы разума не лишился человек, и вдруг она как будто пришла в себя, как закричит страшным голосом матери, потерявшей свое дитя. И эта кровь, она устала у меня на всю жизнь. Кровь – это жизнь. В крови жизнь наша. Кстати, здесь есть кто-нибудь, у кого крови нет? Ну-ка, поднимите руки, у кого нет крови. Это жизнь наша. И вот Писание говорит о том, что если наша кровь драгоценна для нас, то Бог нам самую драгоценную кровь предложил всем людям на земле, чтобы спасти и избавить нас от грехов наших. Это драгоценнейшая кровь Христа, которая не имеет никакой цены сравнений. Я вопрос себе задал, задал такое, почему она драгоценная называется? Как вы думаете, почему она драгоценная? И несколько вопросов для меня как-то помогли мне. Самое первое, я отметил о том, что она драгоценная, потому что это кровь Сына Божия. Это не наша кровь. Она драгоценная, потому что это единородный Сын Божий пролил собственную кровь. Она величайшей цены. Ее не купить, ее не приобрести никакими златом, серебром или драгоценностями невозможно. Вторая мысль, которая меня посетила, это на Рождество. Помните, в Луке 1, 35, там мы обычно это место читаем, первая глава, в Луке 35. Ангел сказал ей, то есть Мария в ответ, Дух Святой найдет на тебя. Помните дальше, как написано? И сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется, как? Сыном Божьим. Это молодая девушка, которую посетил Господь, Ангел говорит о том, что родишь ты дитя. Она говорит, так как? Так вот, Дух Святой найдет на тебя, оказывается, рождение Иисуса Христа сопровождалось без участия мужчины. Мужчины здесь сидящие. Там не было участия мужа. Эта проблема проблем до сегодняшнего дня. Библия очень просто разрешает эту проблему и говорит, Сын Божий зачат от Духа Святого. Братья и сестры, вот почему его кровь драгоценная, потому что она без участия мужа. Она чистенькая, чистенькая, она сильная, сильная своей чистотой. Вот почему она драгоценная. Таких больше нет. Кровь единственная драгоценная. Еще почему я вспомнил 28 глава от Матфея. Помните, когда Иода предал Иисуса Христа, пришел, сказал, что я предам, деньги взял, а потом, когда вышел оттуда, что-то в нем там заработало. И такая мысль осуждающая пришла, что ты сделал. И вот написано, и он вышел оттуда, говоря, согрешил я, предав кровь, какую? Невинную. Вот почему она драгоценная, потому что она невинная. Знаете, когда на Голгофе было распятие, то один из разбойников говорил, ну, конечно, ну, что ты возмущаешься на Иисуса Христа, но мы заслужили, мы же сколько зла сделали, все нормально, ну, имеется в виду, заслуженное получили, но он-то невиновен. Так вот, его кровь драгоценна, вот мы будем чашу брать и пить, подумаем, когда будем это делать, потому что она очень дорогая. Это кровь Сына Божия, кровь, то есть свино напоминающая, от драгоценной крови Христа невинной. Он невинно страдал, поэтому она чистая, оправданная и дорогая. Кровь Иисуса Христа, 9.14, она драгоценная, потому что она очищает совесть нашу от мертвых дел. Ни вода, ни деньги, ни злато, ни имение, ни земля, она не очистит совесть от мертвых дел. Вы сегодня все нормально спали этой ночью, хорошо? Совесть вас не мучила? Кого сегодня совесть мучила? А что она вас мучила? Неспокойно? А почему неспокойно? Так вот, в послании к евреям написано, Бог сказал, всем, у кого нет сна, а возлюбленным он дает сон, если вас беспокоит совесть за какие-то вещи, которые вы сделали? Кровь Иисуса Христа, омывая совесть, даже сейчас не поздно, вот, когда Давид вышел, я просто имя услышал, мне так понравилось, он поймал момент, он вовремя сделал правильное решение. Вот здесь так много вас, вон даже в столовой там, или как, зал дополнительный сидят, вы все слышите о том, что сегодня несколько минут осталось, можно, можно их использовать. Драгоценная кровь Христа, она делает чудеса, она мывает нашу совесть от мертвых тел. Еще одно, что я пометил для себя, кровь Иисуса Христа оправдывает нас, делает праведными, чистыми, совесть спокойной. Как? Посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Христа, спасаемся им от гнева Божия. Римлянам 5-9. Я очень люблю Юльгельма Буша, немецкий писатель, он сейчас уже ушел домой, в вечность. Он оставил книгу, такая небольшая, красненькая книга, Иисус, помогите. О, вы знаете, все нормально. И вот, когда я читал, мне так понравились там все примеры, но один особенно, в одном из городов Германии он описывает, стояла еврейская синагога. А когда началась война, то немцы преследовали евреев, вы сами знаете, как это было, гетто, все остальное. А синагогу, вот мы, отместку евреям, они сожгли. Она была построена из камня, стекла и дерева, красивая, высокая. Но когда ее подожгли, она горела. Люди не понимали, что они делают. И она сгорела. Война. И стояло пустое, сгоревшее здание. Но в конце войны, когда самолеты двух держав поднялись в небо. Молитва. Молитва. Аминь. Аминь, братья и сестры. Садитесь, пожалуйста. Повторюсь. И вот когда сгоревшее здание простояло все годы войны, и когда самолеты двух держав поднялись в небо над этим городом, и бомбили этот город, город горел. Здания горели. Умирали люди. И тогда люди вспомнили, что есть одно место, на котором нет огня. Это была синагога. И кинулись туда люди. Матери, дети, пожилые. Все бежали. И быстро здание наполнилось. И подбегающие кричали, еще, еще здесь дети, ну еще немножко. У меня вопрос, а почему тогда люди бежали? А? Она уже сгорела раньше. Там огонь прошел. Там уже ничего не горело. Место, которое я читал, еще раз напомню. Посему тем более ныне, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасаемся им от гнева. Братья и сестры, вы знаете, я знаю, что все достойны мы гнева Божия по делам, преступлениям. Единственное место сегодня на земле, где гнев Божий уже излился, это Голгофа. В марте этого месяца мы там были. Смотрели это место Голгофу. Были у гроба Господню. И там совершали вечерю Господню. Это была необыкновенная вечеря. Так плакали, особенно сестры. И так почему-то особенно плачут. Мы там совершали вечерю. Братья и сестры, если кто-то сегодня не воспользовался драгоценной кровью Иисуса Христа, над вами будет Божий гнев. Мы достойны этого. Но если мы обратимся на место на Голгофе, где гнев Божий пролился и уже ничего не горит, образно говоря, там место покоя нашего, там место нашего мира, там место очищения наших грехов и там место нашей радости. Там любящий нас Иисус Христов пролил собственную кровь, чтобы нам быть оправданными очищенными и омытыми. В Ветхом Завете в книге Исход 12 глава описано событие, которое вы хорошо все знаете. И сказал Господь Моисею и Арону в земле Египетской. Месяц будет у вас началом месяцев. И в этом месяце, в 14-й день заколите агонца, ягненка маленького, и кровь его слейте в чашу, и приготовьте его, и в назначенное время все съешьте, ничего не оставляйте, и будьте припоясаны. Но еще одно, кровью этого агонца возьмите Исоп это такая трава и обмакивая в кровь этой кровью помажьте косяки ваших домов и перекладину сверху. Это в Египте все было. Я так представляю, может быть так и было, когда еврей выносит чашу с кровью агонца, папа еврей, обмакает Исоп в кровь и начинает красить кровью косяки. Детей там пятеро-шестеро, старший какой-нибудь Рафик лет десять. Папа, папа, а зачем ты косяки кровью красишь? Их же обычно красят краской. Сынок, ты у нас первенец. Господь сказал, что в эту ночь, глубокой ночью, он пройдет по улицам городов, и всякий первенец из ребят или из скота умрет, если не будет вот этой крови на прикладинах и на косяках. Рафик, это ты первенец. И, может быть, Рафика скажет, папа, получше красть, побольше бери, я жить хочу. И вот, когда смотришь на этот пример, думаешь, вот оно что. Оказывается, кровь Христа, Иисуса Христа, она даже наши дома благословляет, она защита нашим семьям. Пользоваться нужно ей. Она очень драгоценная, потому что она очень сильная. Такой крови больше нет. На Арбате в Москве много верующих выходит иногда, чтобы всем проходящим дать какие-то памятные там знаки. Верующие наши есть. Там одна сестра бывает, ее знают верующие. И она выносит буклет и всем говорит, возьмите, прочитайте, возьмите, прочитайте. Однажды молодой человек остановился и так сбоку смотрел, как она так горячо ревность раздавала. И он слушал, она говорит, это о Христе, о Сыне Божьем, о прощении для вас. Ну и он поближе подошел и говорит, что это вы там рекламируете спасение через Иисуса Христа. Кто-то сбоку говорит, очередная. Он повернулся и говорит, ну если не нравится, иди дальше. А я послушаю, скажите немножко больше, поясните. Она говорит, это особенное что-то, это новая жизнь человека, через Божье прощение и кровь его, это самое дорогое на земле. И вдруг он растерялся и говорит, я семь лет сидел за кого-то, вот освободился теперь и еду мстить, это ужасное семь лет. Семь лет я хранил и вот это вот чувство мести, чтобы не потерять, сейчас я еду отомстить, чтобы успокоиться. Она говорит, не будет, еще больше будет тяжелее. Как? Вот так. Вы хотите быть свободным по-настоящему? Да. Вам нужно попросить сейчас прощения у Бога, и он кровью Христа омоет. Он говорит, я не умею молиться. Ну-ка, начните за мной повторять. И вот там, на этом Арбате стоял этот человек, после лет, семь лет тюрьмы, повторял несколько слов, а потом свои и когда они подняли голову, он и говорит, надо же, я так никогда себя не ощущал. Ой, как оказывается легко. Вот тут так мирно. Здесь что у нас? Так мирно здесь на сердце. И говорит, а что сейчас сделать? Я билет же уже взял. Ехать мстить. Она говорит, дайте мне ваш билет. И идите на вокзал, возьмите билет домой. Какой город у вас? Я вам напишу, там есть общины, найдите их, начните заново. У вас открывается страница новой жизни. Этот человек пошел. Начались первые часы новой жизни. Кровь Христа чудеса делает, написано. Она очищает нас от всякого. Запомним это. От всякого греха силен Бог. Ему нужно только господи прости. Это начало отцовской милости. Да я давно ждал этого. Я же люблю прощать. Ты же сын мой или дочь моя. Иисус Христос сын мой за тебя кровь отдал. Ну что ты ждешь еще? Время быстро идет, я буду уже заканчивать и прочитаю, так сказать, суммируя все. Почему она драгоценная кровь Христа? Потому что она чистая, чистая. Второе. Почему она драгоценная? Потому что она, братья и сестры, единственная. Ее только эту кровь приемлет Бог. У вас какая группа крови, не помните? Не вспоминайте, она все равно не пригодится. Вы не обижайтесь, но она не поможет. Бог принимает только кровь Христа. она единственная. И кто ей воспользовался через кровь Христа, он смотрит на нас. Помазан кровью Христа, очищен ты мой. Входи сюда, как и Анну было сказано. Кровь Иисуса Христа, она достаточная. Я разделяю это слово, чтобы все его запомнили. Ничего больше не нужно. Не свидетели потустороннего мира. ни чудеса и явления. Ничего. Кровь Иисуса Христа для Отца Бога достаточно. Кровь Христа омывает все грехи, делает наши одежды убеленными. Кровь Иисуса Христа Христа. Это инструмент, это сила построения Церкви Божией на земле. Да. Дух Святой и Кровь Его это то, что собирает нас, соединяет и делает нас братьями и сестрами. Я у вас несколько лет назад приехал, некоторые подходят, как будто мы вчера встречались. Может, там немножко седины добавилось, как-то не замечаю. такие родные, такие близкие, как будто мы вчера беседовали, пили чай, вместе молились. Однажды Господь соберет всех нас со всего мира, со всего большого земного шара. И тогда будет удивительно хорошо. Мы тогда увидим, кто наши настоящие братья и сестры. И потом это будет уже вечно. Итак, она по-настоящему омывает. Она всех нас духовно питает, потому что в ней есть духовная калория. Она нас греет в трудный час, согревая наше сердце кровь Христа. Она очищает нас от греха, принося настоящий покой и умиротворение. Она дает нам жизнь. Все. Она драгоценная кровь Христа. Я помню гимн, который иногда поют на вечерю. Я не предлагаю, потому что время у вас мало, но я слова напомню. Там написано так, «Чист ли ты? Чист ли ты? А дальше что написано? Помните? Кровь Христа может пятна греха смыть с тебя. Закончится сегодня вечеря, и кто-то выйдет отсюда такой, как был, как прежде, а кто-то выйдет новым человеком, освеженный, очищенный, омытый, омиротворенный, наполненный радостью. Он участвовал в вечере Господней. Это что-то особенное и неземное. Да благословит нас Господь, что сегодня мы принимали вино не в осуждение, а только в благословении. Аминь. Страконил один, молился Божий, Сын. Ге всему и темноте один, пробился в странах тяжко Божий Сын. Он дал для войны преданцом взывал друзьями забытых своих он звал. Ге всему ания, ге всему ания, где вся спаситель мой страдал, и скорбь и счастья с взывал. ге всему ания, ге всему и ге всему и и и и с ге всему с ге всему и и Если бы чаша прошла сия, Но боя твоя больше не моя. Ты всевания, не всевания, Не тяжко, спаситель, мой страдал. Ты всевания, не всевания, Не всевания, не всевания, Звучит песня. 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 Аминь? Нет, не аминь. Звучит песня. 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 мысли и образа жизни. Не похоже, а точно такие. Вот первое, дорогие, здесь апостол пишет, он не почитал хищением быть равным Богу. Христос не домогался чести быть Богом. Он просто всегда был Богом. Он вторая личность Божественной Троицы и обладает всеми свойствами Бога, такими как святость, всемогущество, всеведение, вечность, братья и сестры, всеми этими качествами наш Господь свойствами обладал. Иоанн записал замечательные слова Господа Иисуса Христа в 10 главе 30 стих. «Я и Отец одно». Это догма, братья и сестры, Господь неоднократно подтверждал «Я и Отец одно». И часто, вы знаете, свидетели Иеговы убирают из первого послания стихи, где написано «Ти три суть едины». Говорят, это были позже написанные стихи. Ладно, можно убрать эти стихи, но другие места священного Писания подтверждают, что Христос и Бог – это одно. «Я и Отец одно», – так говорил Господь. И, конечно, иудеи схватили камень, чтобы побить его за эти слова. Но это правда, братья и сестры. И вот не почитал хищением быть равным Богу. Знаете, Господь стал человеком. По виду стал, как человек, мы прочитали. И вот свое смирение Господь покорил Богу Отцу. Вы знаете, когда в Есиманском саду Он молился, мы сейчас прослушали это замечательное пение, Он молился, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». И дальше добавляет, «Впрочем, не я, но да будет воля твоя». То есть, Он все-таки отдал себя в руки Божьи, чтобы исполнить Его волю. Для нас урок «Не почитал хищение, быть равным Богу». Говоря современным языком, никогда не посягать на чужое. Это может быть главенство в семье. Знаете, более точный перевод книги «Бытие» третьей главы «Мужу твоему влечение твое», оказывается, жена будет стараться всегда пытаться занять место главенства в семье. Так Господь сказал. Более точный перевод именно такой, смысл этого слова. И вот «не почитал хищением» может быть действительно не посягать на чужое, на в семье, это может продвижение по работе. Иными словами, скромно занимать свое место в обществе, во всех сферах нашей жизни. Второе качество, которому мы должны научиться, братья и сестры, уничижил себя самого. Уничижил себя самого. Знаете, мы читаем книги Парука Исаия, 53 глава, 8 стих. «От ус и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых». А вот когда Филипп пристал к колеснице Емнуха, Емнух читал этот же текст Священного Писания, но только он был в переводе септуагинти. Это то есть александрийские мудрецы перевели за 250 лет до рождения Христа Ветхий Завет. И вот смотрите, как звучит вот этот текст от ус и суда. «В унижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его». То есть, братья и сестры, перед Пилатом, перед Синедрионом, перед всеми людьми Господь дал себя унизить, уничижил себя самого. Помните, когда пришли арестовывать Иисуса Христа, Петр выхватил меч и отсек ухо первосвященнику и Господь сказал «вложи меч». Я разве не мог бы умолить, и пришли бы 12 легионов ангелов. А как же сбудутся Писания? Как же сбудутся Писания? Он сам себя, уничижил сам себя самого, дал возможность им связать свои руки, дал возможность пробить свои руки и ноги, дорогие братья, уничижил себя самого. В унижении его суд совершился. 2 Калифе на 8-9 «И вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал раден вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Обладающий всеми сокровищами земли, всей вселенной, дорогие братья и сестры, в унижении, в бедноте спустился на эту землю. Вы знаете, когда Господь сказал, один сказал, «Я последую за тобой». Лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а сыну человеческому негде даже голову склонить. В такой нищете Господь Иисус Христос пришел на эту землю. И для нас, дорогие братья и сестры, тоже Господь дает урок. Дважды примерно одна и та же фраза звучит в Евангелии от Луки. Это 14 глава, 11 стих. «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий сам себя возвысится». Я никак не пойму это слово, братья и сестры. Я не могу себя унижать. Я не думаю, я не видел человека, который себя лично унижает. Оказывается, так надо делать. Как это сделать? Как этому научиться? Мы напротив, как, помните, у Пушкина написано, «Мой дядя самых честных правил, когда ни шутку за не мог, он уважать себя заставил, да? И лучше выдумать не мог». Наверное, у дяди было большое наследство, и все на цыпочках ходили. А может, по уходу кто-то за дядей получал деньги, заставил уважать себя. Мы не можем понять этого, братья и сестры. Но как это происходит? А может быть, в наших обычных встречах, в домашних обстановках, где-то как-то что-то поговорили, и кто-то занимает такое место смирения. Хорошо, я не прав. Я понял, я смиряюсь, я унижаюсь. Господь, написанно, братья и сестры, унижил себя самого, принял образ раба. Фарисей и мытарь, когда пришли помолиться дорогие братья и сестры, фарисей начал себя возвышать. Я пощусь, я даю десятину, я не такой, как этот грешник, и так далее, и тому подобное. И Господь опять в этой же Евангелухе 18, главе 14, говорит, сказываю вам, что сей пошел оправданным дом более, нежели тот. То есть фарисей, который просто, мытарь, который просто бил себе в грудь, в унижении говорил, будь милостив ко мне грешнику, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Братья и сестры, это принцип. Если мы боимся покаяться, выйти перед многочисленным народом здесь, в нашей церкви, боимся, унизиться, то, друзья, это действительно потом, кто постыдится меня вроде всем, того и я постыжусь. Принял образ раба. Друзья, это тоже хороший урок, который дает нам сегодня Господь. Научитесь от меня. Вы знаете, когда Господь на вечере обмывал ноги ученикам, взял полотенце, взял тазик, по сути дела, это было дело раба или самого младшего человека в этом доме. Там рабов не было, они боролись за первенство. Кто будет первым? Кто будет первым? Даже кто-то хотел по правую, кто-то по левую сесть в сторону в Царстве Христа. А вот Господь берет тазик, полотенце, омывает ноги ученикам и отирает их. Это делал раб. И вы знаете, когда они поняли, вы знаете, называете меня учителем и Господом и правильно, говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно говорю, вам раб не больше Господина своего и постных не больше пославшего его. Друзья дорогие, быть может, омовение ног сейчас не требуется, мы действительно имеем хорошую гигиену, хорошие условия для омовения себя лично, но где-то, быть может, уступить дорогу, где-то уступить паркинг, где-то, быть может, помочь человеку уступить пройти, уступить в очереди. Сейчас, наверное, вот это называется омовение ног, дорогие братья и сестры. И мы, христиане, должны следовать примеру нашего Господа. Принял образ раба, по виду став как человек. Галатам 4.4 Ну, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону. Брат сегодня говорил о том, что к этой простой девушке Господь пришел и через нее Господь Иисус Христос стал человеком. Смирил себя. Знаете, братья и сестры, это очень тоже великое качество, о котором мы должны учиться у нашего Господа. Смирил себя. Все мы нуждаемся в этом замечательном качестве. Кто-то сказал, смирение – это красота души человека. Господь говорит, придите ко мне, все труждающие, все обремененные, я успокую вас, возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремо мое легко. Иаков пишет 4,6 «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Братья и сестры, вы хотите иметь благословенную жизнь, примите это драгоценное качество. То же самое пишет Петр, апостол 1 Петра 5,5 «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, обрекитесь смиренно, мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иисус Христос Себя самого смирил и был послушным. Вы знаете, послушание – это очень так же прекрасное качество, которым христиане должны учиться у ног нашего Господа. Апостол Павел пишет, как послушные дети, Петр пишет, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведееме вашим, но по примеру призвавшего вас святого, «И сами будьте святы, как послушные дети». Послушание – это очень важное качество для христиан. Я всегда говорю, есть такой принцип библейский, все эти многочисленные истории говорят нам о том, что послушание всегда приводило к благословению, не послушание к наказанию, даже к проклятию. Пусть Господь нам поможет научиться этим драгоценным качествам. Вы знаете, сегодня можно и больше, и дальше продолжать учиться у ног нашего Господа другим замечательным качествам. Знаете, готовясь к служению нашего съезда о последнем времени, там написано у Иоакова, 5 глава, 11 стих. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иоа и видели конец онного от Господа. И вот еще обратите внимание в конце вот этого 11 стиха 5 главы. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Братья и сестры, мне так запомнились эти два слова. Господь весьма, ну, более точный перевод, Господь всегда милосерд и всегда сострадателен. И я думаю, друзья, помимо этих перечисленных качеств, которые мы с вами сегодня читали, принял образ раба, не почитал хищение, быть равным Богу, смирил себя, был послушным, можно еще продолжать этот драгоценный список этих качеств, которые у нашего Господа были и есть. И вот милосердие и сострадание это тоже Господь, наверное, хочет видеть у христиан. Мы должны быть милосердны. Заканчивается Нагорная проповедь, Иван Гриф и Лука так заканчивают ее. Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут, дорогие братья и сестры. И вот это качество милосердия мы должны проявлять повседневно нашей жизни. Сегодня объявились о сборе подарков. Это небольшая коробочка, в которой может вместиться всего-навсего, может, на 10, ну, на 15 долларов мы можем что-то купить, какие-то подарочки, какие-то принадлежности, там, учебные, гигиенические, и это слать. Друзья, для меня, для вас это ничего не стоит, но для людей, которые получат эту посылочку, это будет благословением и радость, не только в рождественские дни, но, наверное, на весь 2016 год. Простое качество, но оно очень важно, необходимо, и сострадателен. Знаете, братья и сестры, это качество очень важно, особенно сейчас. Люди холодные, люди замкнутые, у кого-то горе, у кого-то переживание, у кого-то боль, у кого-то потеря, и нам, христианам, необходимо иметь это качество сострадания. Знаете, плачьте, так пишет апостол Павел в посланной Крым, и плачьте с кем? С плачущими. Плачьте с плачущими. Подойдите к людям, которые переживают скорби, горя, положите руку на плечо, просто вместе помолитесь, и вот это качество, оно очень ценно сегодня, это дефицит этого качества. Знаете, апостол Павел писал, 4 глава, и вся внутри строительства, но будьте друг к другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы знаете, когда кто-то против нас согрешает, человек по сути дела сам уже мучается. Ну зачем я это сделал? Зачем я ему обидел? Зачем я сказал это слово в адрес того брата, той сестры, или в адрес ваш адрес? Будьте сострадательны, подойдите к этому человеку и скажите ему, друг, дорогой, не парься, или как говорится, современно, не мучайся, я тебе прощаю, я забываю, я развязываю твои узлы. Будьте добры и сострадательны. Знаете, когда притча о 10 тысяч талантах вы на России помните, человек был должен 10 тысяч талантов, царь ему прощает, выходит, находит раба, человека, который должен 100 динариев, 10 тысяч талантов он никогда бы, ни за что, за всю свою жизнь не отдал бы. А 100 динариев можно за 2 месяца, если ты даже самую низкую работу будешь выполнять, можешь отдать за 3 месяца. И он находит его, садит в тюрьму, чтобы отдал эти 100 динариев. И когда рабы сообщили царю, царь позывает этого человека, говорит, злой раб, злой раб, не надлежало бы тебе простить товарища, как я тебя простил. Будьте добры, братья и сестры, будьте сострадательны. Пусть эти драгоценные качества наполняют наше сердце. И в эти дни, когда мы вспоминаем смерть и стады нашего Господа, что мы у Него учились. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смирно мудрыми. Да поможет нам Господь учиться у ног Его этим драгоценным качеством, чтобы наследовать благословение. Мы помолимся Господу. у Христа, у Христа, у Христа, садится душою, разготовь и благодать, им течет и кою. у Христа, у Христа, честь своя и слава, как спасенье, как вода, да благословство право. у Христа, у Христа меня начни, благодать и сила, и звезда с любовью любви, будь моя зарита. у Христа, у Христа, честь твоя и слава, да благословение Бога, да благословство право. Рыба и святы, давайте мы вставшим прочтем из 11 главы 1 послания к Олейфинам, 23-24 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сесть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Мы помолимся о хлебе, дорогие братья и сестры. Господи, Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя и славим за любовь Твою, которую явил в Сыне Твоем Иисусе Христе, Господе нашим, который пришел на эту землю и стал хлебом живым, который распят, умер и воскрес для нашего оправдания. Благодарим Тебя, Господь, что через эти простые знаки Ты нам напоминаешь о великой жертве Твоей. Помоги нам, вкушая этот кусочек хлеба, иметь приобщение к святому телу Твоему и благодарить Тебя и славить себя за все, Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Вас благодарил и преломил. Мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие, в святой заповеди могут участвовать все, кто прошел через святое водное крещение, через погружение по вере. Если среди нас есть гости, и вы в своих поместных церквах находитесь в мире и в любви с братьями-служителями, с членами церкви, вы также можете участвовать в святой заповеди. Кто отлучен, кто на замечании, кто не имеет мира, воздержитесь от участия в заповеди. Когда братья будут к вам подходить, будьте аккуратны, осторожны. Помните, что это святыня Господня. Иисус Христос, в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и сказал, «Примите и едите, с телом ее за вас ломимое». Аминь. Смерть ему, отпусти нам вараву. Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем! Итак, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которую они просили. А Иисуса предал их волю. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. И злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо они знают, что делают!» И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий!» Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» И была над ним надпись надписана словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский!» Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух. Иисус, возгласив громким, «Сей есть царь иудейский!» Иисус, возгласив громким, Иисус, возгласив громким, «Сей есть царь иудейский!» Иисус, возгласив громким, «Сей есть царь иудейский!» Иисус, возгласив громким, «Сей есть царь иудейский!» Дорогие, давайте мы, вставшие, еще прочтем два стиха из этой же главы, 25-26. Также и чашу после вечера и сказал, Сея чаша и снова завет моей крови, Сея творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, И пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Мы помолимся. Брат Михаил Юрьевич совершит молитву. Отец наш небесный, мы сердечно благодарим Тебя за Твое великое милосердие, за сострадание к человекам, Господи, к нам. Благодарим Тебя, что Ты послал Сына Твоего Единородного, чтобы Он умер за грехи наши. И благодарим Тебя, наш Спаситель, за предчистую, святую и совершенную кровь, которую Ты пролил за нас в оставление грехов. Сегодня мы радуемся, что получили по вере спасение, благодаря Твоим страданиям, Твоей жертве. И просим, благослови эти чаши, освяти их, Господи, и дай нам, принимай их, Господи, получать эту радость и веру. Во имя Твоего Отеца и Святой Духа. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 С Богом свежим, 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 свежим миром. Аминь. Глава 16 стиха. Глава 16 стиха. Аминь. Мы помолимся. Модест Соловей совершит молитву. Модест Соловей совершит молитву. Глава 16 стиха. Глава 16 стиха. Прими от нас благодарность сейчас за эту жертву, которую Ты совершил там на Голгофе, наш Спаситель. Хвала Тебе за все, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Хвала Тебе за все, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святый. Прославьте, 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 прославьте Бог России. Народ и люди, племена, все как одна семья, его величие допоют про славу. Народ и люди, племена, все как семья одна, все как семья одна, его величие допоют про славу. Прославься, 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 прослав